Дамы и господа, мы в шуфре. Смотрите, какая красота. Это моя любимая марка. Для меня высоковат. Кабугл будет. 600 шекер от Outlet. Да, эти тоже классные. Сколько они стоят? 500. Надо их сейчас померить. Да, супер. Обуви много не бывает. Это сюда. Я вот здесь такого же типа присмотрела. Я уже босиком. Нет, коричневые мне не нравятся. Вот эти они еще приплюнулись. И вот эти. Берем вот эти. У меня есть две пары таких низких. Обожаю на лето. Ну, короче, здесь они по размерам, потому что это Outlet. И в Outlet у меня кто-то спрашивал, дамы и господа, летом летняя, зимой зимняя. Вот эти классные. Джеффри Кэмпбелл. Смотрите, какой здесь сгиб идет. Красота. Для меня это каблук уже. Коля Витте выглядит примерно так. Мамин сапог, мой сапог. Еще что-то я мерила. Еще один мой сапог. Ну, что поделать. Эти мне слишком широко. Дамы и господа, всем привет. И сейчас я смотрю на свой штатив и вижу, что он вот-вот свалится. Хотела сказать наебнется, но потом думаю, надо говорить, чебурахнется. Вы знаете эту историю с чебурашкой, да? Что по сути чебурашку должны были звать наебнушка. Уж извините за мат, как мне сказала одна дама. По-моему, это была дама. Ксения, вам надо меньше материться, потому что материться это неприлично. Это как публично выворачивать половые органы. Ну, не знаю, у меня визуализация так не работает, когда я говорю что-то матом, я при этом не представляю это действие или это место непосредственно, да? Я все проще сказала, и ладно. Так вот, чебурашку по сути должны были звать наебнушка, потому что помните эту историю с чебурашкой, когда он приехал в апельсинах из ящика, как сказал грузчик, когда чебурашка упал, ну что, чебурахнулся. Вы представляете того грузчика, который такой, знаете, советский грузчик, который скажет, чебурахнулся. Какой грузчик скажет, чебурахнулся? Грузчик скажет, наебнулся, понимаешь. Поэтому вот так вот замаскировали наебнушку под чебурашку. Что поделать? Так вот, как вы поняли, я была в обувном магазине, в своем любимом шофра. Дамы и господа, мужская обувь тоже там есть. Если вы ищете необычную, хорошую итальянскую обувь, вам туда, где найти ботинки, меня часто спрашивают, где найти что-то вот такое стильное, классное, вам в шофру. Сайт у них есть, все, посмотрите. Вот так называется, там видите, сайт. И это, в этот раз, это в Алтлете. И я специально вначале вам не показывала, что купила я. Мама, кстати, купила две пары. Она купила себе сапоги и ботиночки. А я купила себе кое-что интересное, и заодно я вам покажу, что я сейчас выброшу. У меня тут есть, где-то еще были одни. А где еще одни? Да, если вы хотите сказать, что... Где еще одни были? Что эта рубашка не подходит к этой майке. Возможно, я с вами согласна, просто мне холодно. Только эта рубашка была под рукой. А где еще одни? А, вот они. Им 150 лет. У меня были еще такие черные. Это из Zara. Вот такие вот полусапожки. Реально, они очень старые. Я их купила 7 лет, наверное, назад. У них уже стертые каблуки. Я их обожала. Они замшевые. Но я их больше не ношу, потому что они просто останадоели. Вот такие же у меня есть черные. Они более новые. Видите, они какие-то интенсивно пыльные. Просто потому что они лежат. Я их не ношу. Выброшу и те, и другие, потому что у меня есть аналоги более качественные. Бежевых нет. Но не надо. У меня есть что носить, кроме этих бежевых. Ну что же. Давайте я вам покажу. Моя любимая марка. 38 размер. Я могу этой марке заказывать 38 размер с закрытыми глазами. Так же, как и, я не знаю, Мартинсы. Я знаю, Мартинсы я беру, кому интересно. Низкий размер в размер, высокий на размер больше. То есть, 38 низкий, 39 высокий. Для меня работает так. Эти вот, вот эта марка, да, я беру 38. Они такие, чуть большеватые, но я не люблю впритык. Понимаете, вот не люблю, чтобы было чуть-чуть места, тогда ты чувствуешь, что да, ты все-таки не душат, тебя ботинки. Итак. Вы готовы? Я готова. Давайте я вам сейчас покажу, что у нас тут есть. Внимание. Нет, вы должны, знаете, как я в одном видео говорила, взять листок бумаги, проколоть в нем дырочку и начать рассматривать, сейчас смотреть на меня, через вот эту дырочку, потому что красота этих ботинок вас ослепит. По крайней мере, как говорится, красота же в глазах смотрящих, вот в моих глазах они потрясающие. Ну, каждый ищет в красоте что-то свое, и уже слишком много, извините, пиздежа. Я уже понимаю, что пора показывать, и хватит затягивать. Еще одну вещь хотела сказать. Я ношу эту обувь летом, и у меня на ногах нету там грибка, апистархоза, нет, это червяки, это не то. Но, ну, только что вылечилась, просто так, знаете, прям вот до сих пор сердце болит. Хотела сказать, глистов опять, ладно, неважно. Нет у меня никаких проблем с ногами, с кожей, я одеваю специальный носок, который, да, и не хожу в открытые обуви, потому что в Израиле везде кондиционер, везде, в машине, в автобусе, в любом помещении. Придешь в босоножках, через 5 минут выйдешь с ледяными ногами, вот тебе просто цистит, ангина, геморрой, это не от этого. Все, что хотите, полный набор, а на улице 35, а ты с ангиной лежишь такой, нет, как перестала носить обувь открытую, я перестала болеть ангиной. Все. Итак, вы готовы? Что-то тоже прилипло. Давайте начнем. Откуда же начать? Вот так. Вы посмотрите на красоту каблука. Вы посмотрите на красоту всего интересного, сколько они стоили. Сначала я вот это очень люблю. Давайте посмотрим, сколько стоили, посчитаем, сколько мы сэкономили. Я купила за 600 шекелей, что вообще, по сути, даром. У меня есть нечто похожее. Нет, у меня нет нечто похожее. Этой фирмы, оно вроде похожее, но оно совсем другое. Оно похожее вот это, да, вот что я увидела похожее. Вот эта же пряжка, видите, вот здесь и вот здесь. Ну, как бы они, они совершенно разные. Ну, и замочек здесь вот одинаковый. Как вам показать? Вот. Ну, это совсем, да, разная история. Разные текстуры, разные материалы. Я обожаю такую обувь, именно вот, да, вот такого. И, кстати, это марка, это единственная марка, которой я позволяю вставлять. Что-то у меня как-то здорово звучит. я позволяю вставлять. Что-то сегодня просто, знаете, пошло видео, видео пошло куда надо. Начали, знаете, с наимнушки и пришли к вставлять. Так вот, это единственная марка, которой я позволяю вставлять замок в мою обувь. Да, они в общем похожи. Ну-ка, дайте еще раз посмотрю. Вот здесь вверх тоже, да, что-то есть такое вот общее. Но мне понравилось, что? Вот эта текстура. Кстати, текстура тоже где-то похожая у меня есть. Нет, похожая, да не похожая. Видите, тоже вроде текстура, тоже вроде похожая, но не совсем. Я могу вам тут бесконечно, я теперь так все здесь устроила, что я могу вам бесконечно доставать этот ологу. Знаете, у меня все просто. И всегда будет что-то интересное, да. Вот опять же, видите, да, я люблю, у меня теперь есть красные. Это не то же самое, это бордовые. Так что текстура, замок. Мне кажется, они единственные научились делать замок гениально. Так, чтобы это не выглядело на общем фоне модели того или иного ботинка, как, вот знаете, обувь для пожилых людей, для людей с ограниченными возможностями, для детей, чтобы просто и быстро было. Вот, по-моему, это единственная марка, которая делает это достойно. Еще одна интересная вещь есть у этой марки. Они делают, вот как здесь, допустим, да, видите, у них такая мягкая подошва, то есть здесь набойки, ничего такого не сделаешь, хотя, наверное, здесь вот, наверное, набоечка-то... Нет, у нее только вид, как будто она набойка, по сути, это типа как Мартинси материал. И обычно, вот здесь вот я вижу, все-таки набоечка-то есть, обычно я люблю вот такую обувь. Сейчас вам покажу, какого типа. У меня тут еще стоят одни новые, черные. Я их привезла из Германии. Видите, вот такого типа люблю. Вот такого. Как бы кожаная подошва, классический каблук, все-таки классический супер, я еще не носила, ведь они прям вот, да, вот так. И для меня всегда вот эта вот мягкая подошва, она как-то делала вид бабкиных тапок, но вот эта вот марка, они умудряются делать и мягкую подошву, у которой ты идешь, она пружинит, потому что вот в таких долго ходить тяжело, все-таки подошва у них вот такая кожаная, жесткая, как у классических ковбойских сапог. А здесь она совсем другая, здесь она мягенькая, вот типа Мартинси, при этом, да, сохраняется вот этот вот вид а-ля ковбойские сапожки, да, и на мягкой подошве, и не бабкины тапки, просто уничтожить красивую пару и превратить ее в бабкины тапки. О, вселенная, дамы и господа. Вот, знаете, кто-то любит больше всего в жизни мужа, детей, кто-то даже собак, а Ксюша любит обувь. Что же поделать? Ну, вот такой я человек, какой-то муж сравнится с хорошей парой обуви, вот скажите. А еще потом спрашивают, ты не боишься показывать мужа у себя на канале, в инстаграме, а то уведут. Да пусть уводят, главное, чтобы сапои-то были, главное, чтобы я могла себе покупать много новых сапог. Какой там муж? На самом деле, такие вопросы задаете. Ценник, да, я купила их за 600 шекелей, кстати, я не знаю, сколько они стоили изначально, но если взять в расчет, что до этого я приобрела сапожки, вот этой же марки, да, вот они, вот они потрясающие мои сапожки, они стоили мне, по-моему, 1100 по скидке, а до скидки они стоили полторы, да, то есть эти стоили 600, здрасте, пожалуйста, вот так я вас и перекосила, все нормально так, голова у вас не кружится от того, что я вас тряхнула, все нормально, так вот, если те стоили 1100 по скидке 30%, полная цена была полторы, значит, если эти стоили мне 600, обычно в шуфре, в аутлете где-то 50% скидка, значит, это где-то стоило изначально штуку 200, вполне недорого для такой потрясающей итальянской обуви, у них тут, посмотрите, все как суперски, бумажечка, бумажечка, материальчик лежит, материальчик, мне не очень актуально материальчик, потому что это для тех, кто по сезонам обувь убирает, я вот эту, эту обувь, я не убираю, она у меня и на лето, и на зиму, и тут, и тут, а вот кто убирает, тот берете, кладете один ботинок, заворачиваете, сверху второй, тут есть, завернуть двое, кладете в эту же коробочку на хранение, такие деточки мои лежат, одна к другой, просто конфеточки, вот одна, вторая, я тут прямо все их вижу, что у меня есть, но не все, как я сказала, потому что большинство обуви я ношу, что у меня здесь выпало, на повседневной основе круглый год, я так и подбираю себе обувь, чтобы я смогла ее носить и летом, и зимой, потому что зима очень короткая, и покупать специально для зимы какую-то зимнюю специфическую обувь, я не вижу никакого смысла, опять же, потому что жалко, вот сапоги у меня есть, они у меня реально одни, и больше мне не надо, ну, куда эти-то, я вот сейчас просто у нас похолодала, я, знаете, просто со всей ответственностью подошла к этому делу, поносить, заносить до дыр, хорошенько, чтобы отработали, вот 1100 заплатила, надо, чтобы хотя бы, ну, чтобы 500-очку-то хоть за эту зиму отработать, а то нельзя знать, что будет в следующую зиму, вдруг, вот, что, тихо, не махать руками, по посылу зрителей попаду в какой-нибудь ад, а туда, может, сапогами не пускать, у нас же нет ада, я все время забываю, я вам рассказывала про махание руками, по-моему, в каком-то видео я рассказывала, я не помню, я вот сегодня сижу, думаю, я уже это рассказывала, как она сказала, что у вас руками, вы так жестикулируете, а я говорю, ты знаешь, это очень, это очень такая редкая генетическая болезнь, называется синдром, там и просто, знаете, напечатала какое-то слово, даже не помню, какое, говорю, вот это вот, вот именно выражается в этом, говорю, руками машу, могу даже иногда подпрыгнуть, заорать, и, говорю, это передается, да, по-моему, уже рассказывала, каждой четвертой девочке по материнской линии через отца, так что вот, бывают такие случаи, все, большое спасибо всем за просмотр, опять же, повторюсь, если вы ищете в Израиле интересные ботинки, не надо просто так шарахаться по улицам, искать вчерашний день, тратить свое драгоценное время, зайдите на сайт шуфры, полюбопытствуйте, что там, пойдите в аутлет, в аутлет, у них есть на дизингов, на дизингов, короче, я думаю, на сайте вы все найдете, у меня здесь нет, интересно, адрес, а может есть адрес, дизингов 124, и рядом же у них есть магазин чуть ближе к дизингов, в центру площади дизингов, буквально там, может быть, домов 5, у них есть магазин не аутлет, там сейчас 30%, вот, а в аутлите и женская, и мужская, да и в магазине тоже, все, большое спасибо всем за просмотр, просмотр как-то сумбурно, вышло, не забывайте ставить лайки, и все, всем пока-пока.